Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Сто лет назад в этот день женился генерал Андроник. В селе Мохратах Арцаха ведутся работы по асфальтированию. Председатель счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин посетил мемориал памяти жертв геноцида армян. Ковры, эвакуированные во время войны из Шушинского музея ковров, будут переданы историческому музею. Вид озера Вань частично изменился. В Тбилиси осветили хачкар, посвященный дружбе армяно-грузинского народов. В Урфе нашли подземное сооружение Железного века. Армянские спортсмены стали чемпионами Европы. Сто лет назад в этот день в церкви Святого Иоанна в Париже состоялось венчание великого полководца Андронико Озаняна, рукой его святейшества в Рамшапух Кипаряна. В селе Мохратах Мартакерского района ведутся работы по асфальтированию и строительству внутренней сети питьевого водоснабжения. Программа реализуется за счет средств государственного бюджета, а подрядчиком является караван. На данный момент земляные работы на всех участках дороги завершены. На втором этапе планируется заасфальтировать сельскую дорогу. Процесс зависит от строительства внутренней сети питьевой воды в Мохратахе. Делегация во главе с председателем Счетной палаты Российской Федерации Алексеем Кудриным, прибывшая в Армению с рабочим визитом, 14 мая посетила мемориал памяти жертв геноцида армян в сопробождении председателя Счетной палаты Республики Армения Атома Джанжугазяна. Об этом сообщает официальный сайт музея-института геноцида армян. Историю создания мемориала представил директор музея-института Арутюн Марутян. Он также представил гостям рассказ о трех хачкарах, установленных в районе Титернакоберта, которые посвящены памяти жертвам, погибшим во время этнических чисток. Члены делегации из России возложили цветы к вечному огню. В завершение визита кудрим посадил в парке памяти серебряную ель. На втором этаже музея истории Еревана будет отведен зал площадью 450 квадратных метров для ковров, эвакуированных из Шушинского музея ковров во время 44-дневной войны. Несколько месяцев назад Люсина Караханям, бывший министр образования и науки Арцаха, заявила, что в Арцахе ищут достойное место для ковров, и вопрос скоро будет решен. Однако, по мнению основателя Шушинского музея ковров Вардана Асцатряна, правительство Арцаха проявило неконструктивный подход. В последние годы из-за уменьшения количества осадков в провинции Ван в Западной Армении уровень озера Ван значительно снизился. Специалисты сообщают, что вода в озере уже много лет начала убывать. Мелкие акватории у озера, существовавшие 50 лет назад, сегодня высохли. В 1970-х годах районы, отмеченные на карте акваториями, сейчас полностью превратились в сушу. Когда мы сравниваем спутниковые снимки прошлого и настоящего, то видим, что скалистые подводные участки подошли к берегу. 15 мая в Святой Этьмеатинской церкви Табилиса состоялась торжественная церемония освящения Хачкара, увековечивающего многовековую дружбу армяно-грузинских народов. Об этом сообщается на странице епархии в Грузии в Facebook, добавляя, что Хачкар был установлен семьей махитарянов. В провинции Урфа в Западной Армении было обнаружено подземное сооружение, относящееся к Зелезному веку. Считается, что найденная настенная роспись с изображением ассирийских богов использовалась в первом тысячелетии до н.э. Подлинность четырех из восьми богов, изображенных на картине, установить не удалось. Остальные божества описаны на арамейском языке. Ашот Адамян, представляющий Армению на чемпионате Европы по армстерлингу в Бухаресте, завоевал золотую медаль. Армянский спортсмен победил в финале весовой категории 65 килограммов Исмаила Мустафу из Азербайджана, став в восьмой раз чемпионом Европы. Победа в весовой категории 60 килограммов принадлежит сборной Армении. 17-летний Арман Мартаян стал трехкратным чемпионом Европы, завоевав третью золотую медаль, на этот раз выступая во взрослом турнире. В финале Мартаян победил Орхану Уйгуна, представляющего Турцию. Напомним, что 7 мая стартовал чемпионат Европы по армстерлингу, в котором принимают участие спортсмены из 27 стран. Западная Армения поздравляет армянских спортсменов и желает им новых побед. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин